Всем привет! Это пятый выпуск дайджеста на Астомаркет ТВ и уже целый месяц я рассказываю вам о том, какие интересные мероприятия нас ждут на следующей неделе и что прикольного и интересного было на предыдущей неделе, связанного с зубами и со стоматологией в целом. И этот выпуск не станет исключением, поэтому поехали! И начнем мы по традиции с анонсов. И поскольку в этот выпуск нативно интегрирован сервис Dent Edu, то часть курсов и мероприятий я брал именно с него. Dent Edu – это такой сайт, на котором собраны разные интересные мероприятия, встречи, конференции, конгрессии для стоматологов. Они очень удобно отсортированы по темам терапии, ортопедии, хирургии и так далее, по алфавиту, по дате, когда они будут проводиться. И поскольку все в одном месте достаточно удобно и мне в том числе готовится к выпуску тоже. Мероприятия эти будут не только на следующей неделе, но тем не менее. Альтернативная ортопедия, протезирование на имплантатах, цикл первый – совместный курс для хирургов и ортопедов пройдет в Сочи 6-7 мая, то есть уже на этих выходных, а читать его будет Кирилл Бровко. Второй курс – проблемы окклюзионных нагрузок, окклюзионный анализ пройдет в Москве, проведет его Евгений Рыбалко 12 мая. Выжившие – протоколы смешанного приема, будет читать Алексей Фролов, 13 мая в городе Санкт-Петербург. Алексею Фролову на самом деле большое спасибо за то, что именно он пару лет назад популяризировал вновь тему сохранения зубов, потому что было такое ощущение в один момент, что все удаляют зубы, чуть что, и сразу ставят туда импланты, был такой тренд, а Алексей Фролов немножко это все поменял и показал, что безнадежных зубов не существует, за это большой респект. Также 14 мая 23 года в Петербурге пройдет курс от Алексея Фролова, он называется «Ткани, протоколы смешанного приема», их можно посетить оба, например. Клинические проявления и алгоритм лечения заболеваний парадонта – не хирургия, модуль второй пройдет в Москве 16-18 мая, а читать его будет Чепуркова Ольга Александровна. И вишенка на торте пятый международный эндодонтический конгресс под названием «Проэндо» пройдет 2-3 июня в Стамбуле. Марко Версиане, Гасан Ерет, Густаво Де Деус и Анил Кишен встретятся на одной сцене, чтобы порадовать любителей и профессионалов в сфере эндодонти своими инновациями и своими докладами на эту тему. Скидка 10% по промокоду, который вы видите внизу, будет даваться всем, кто захочет его посетить. А теперь немножко вернемся в хронологическом порядке и расскажу вам про курсы, которые начинаются сегодня и будут идти до выходных. Их не так много на самом деле. 1 мая Виталий Панцулая в Москве расскажет о том, как спасти имплантат, стратегии тактиков лечения переимплантитов. 2-3 мая Мария Лагвиненко приезжает в Алматы со своим курсом по фронтальной реставрации. И маленький спойлер, с Марией мы кое-что интересное придумаем и вы скоро увидите это на СтопМаркет ТВ. 4-5 мая Виктор Щербаков будет в солнечном Багдаде и будет читать курс по фронтальным реставрациям, поэтому если у нас есть подписчики и зрители из Ирака, то вам большой привет, переходите 4-5 мая к Виктору на курс. И 6-7 мая Багир Мехтиев в городе Грозный будет рассказывать об эстетической и функциональной реабилитации пациентов. В общем, неделя тоже достаточно насыщенная. Терапия, ортопедия, хирургия, курсы на любой вкус. Переходим к новостям. Первая новость из области науки. Приложение ученых Пермского политеха поможет в лечении зубов. В общем, рассказано о том, как ученые из Пермского политеха придумали приложение, которое поможет стоматологам на доклиническом этапе, с которым у нас у всех оказываются проблемы, как исходит из статьи, в том, чтобы понять, какой материал лучше работает, в каком случае рассчитать, какую конструкцию или какой материал нам лучше использовать. Я решил углубиться в эту статью. Сейчас проверю так. Все окна вроде закрыты. Добавим немножко душности. Я решил перейти по ссылке, почитать саму статью. Она на английском языке. Благо я английский знаю, поэтому ее прочитал и обалдел, потому что в статье вообще ни слова не сказано ни про какое приложение, ни про какой анализ. Вообще не о том, о чем сказано в этой новости. Там просто взяли два материала. Взяли геркулайт XRV и взяли каризма. Материалы старые, как моя дедушка и бабушка, и решили зачем-то их проверять на клиновидных дефектах. То есть взяли клиновидные дефекты, даже не инвива, а инвитро, смоделировали такую полость, которая напоминает клиновидный дефект, и стали изучать на специальном аппарате, какая из этих пломб лучше работает. Один шприц стоит 900 рублей, второй шприц стоит 1800, ну далеко не самый топовый. Да и вообще пломба в лечении клиновидного дефекта вроде бы не то, чтобы устраняет причину, ну да ладно. И в итоге вывод вот этой огромной статьи заключается в том, что геркулайт лучше себя проявил в нагрузках, которые связаны с клиновидным дефектом. При чем здесь приложение, при чем здесь вообще пермские ученые, которые придумали систему для анализа данных и прочую фигню? Как обычно вопрос остается открытым к качеству российской журналистики. Вторая новость, она тоже из области науки. Биолог-генетик Бауэржан Айтуов разработал технологию для восстановления зубной эмали Иннадент, сообщает закон .кз. Он помогает лечить кариес в ранней стадии. Короче, это аналог ICON, материал, который сделали DMG, для того, чтобы кариес в стадии пятна приостанавливать и, грубо говоря, оборачивать вспять. В чем суть препарата? Бауэржану и его команде удалось искусственно воспроизвести белок, амилогенин и заминокислот, чтобы восстановить разрушенную эмали. Я, опять же, чуть-чуть душненько углубился в эту тему и посмотрел, что запатентованное, это, оказывается, открытие было еще в 2015 году. Сама фирма называется The Sense, находится она в Швейцарии. И, короче, какая-то каша. Я не нашел никаких клинических случаев. Зашел к ним в Инстаграм и пока не понял, что там такого революционного. Вроде на бумаге круто, а клинических ситуаций я пока не увидел. 8 лет прошло, и пока революции не произошло. Я им написал в компанию на Дент, если они пришлют какие-нибудь мне пробы, я смогу это испытать на пациентах. Я вам обязательно расскажу, чем это все дело закончилось. Рубрика «Самарские новости». В Самаре мать избила второклашку за то, что не чистила зубы и перестала кормить. Вопрос остается открытым еще из прошлого выпуска. Что, мать его, происходит в Самаре? Кто-нибудь из Самары, напишите, пожалуйста. Я просто зашел даже в Биллу специальные новости Самары и просто, ну, я не знаю, плакать или смеяться там. Просто какая-то дичь все время. Вот у нас уже, по-моему, второй или третий выпуск подряд, какая-то жесть из Самары. Короче, избили бедного второклассника, мама поколотила за то, что он не почистил зубы. Они обратились в полицию, те ничего не сделали. Новости конец, но, Самара, ты удивляешь меня не в первый раз. В Дегтярске накрыли подпольную стоматологию. Зубы там лечили прямо в гараже. Друзья, поэтому, видите, когда вы говорите о том, что вам сложно открыть клинику или сложно арендовать кабинет, видите, люди в Дегтярске арендуют гараж для того, чтобы сделать. Посмотрите на фотографии. Тут тебе и автоклав, и стоматологическая установка, и все чин-чинарем получше, чем во многих кабинетах, между прочим. Но, тем не менее, это не спасло их от кары закона, и придется его прикрыть. Рубрика «Новости из-за рубежа». Суд разрешил компании Тесла не платить за выбитые зубы и сломанную челюсть. В чем там весь цимис? В пятницу состоялся суд. Некто Жустин Су из Лос-Анджелеса попала в неприятный инцидент. Машина Тесла, в которой она ехала, была на автопилоте, на который она ее поставила, и в итоге машина впилилась в бордюр. В итоге у Жустин сломанная челюсть и выбитые зубы, а компания Тесла сказала, ну, извините, не надо доверять искусственному интеллекту, мы не говорили, что можно теперь гонять на тачке, не управляя ей. Поэтому суд ничего и не присудил, придется лечить зубы за свой счет. Новости не откуда-нибудь, а из самого BBC. Кризис национальной службы здравоохранения, краудфандинговая компания на лечение зубов, изменила мою жизнь. Это говорит нам Дэниел Уоттс, который живет в графстве Саффолк в Англии. Всего лишь в 100 километрах от Лондона, между прочим, там 700 тысяч населения. То есть это такой достаточно приличный город, считается по размерам. Тем не менее, с ней произошла такая штука, что она страдала хроническим генерализованным парадонтином, как я понял из описания, и в какой-то момент поняла, что она уже выплюнула 13 зубов. Жевать щеками не очень удобно, она решила сделать протезы. И оказалось, что в таком большом густонаселенном пункте нету просто стоматолога, который мог бы ее принять, что называется, по ОМС и вылечить ей зубы. Она запустила по совету друга краудфандинговую компанию. Кто не знает, это когда в интернете пишешь описание кратко своей, допустим, идеи, и люди на нее донатят деньги. То есть закидывают тебе, если им кажется, что это круто. Вот кому-то показалось, что круто ей вылечить зубы, и она насобирала аж 2,5 тысячи фунтов. И за эти 2,5 тысячи фунтов в Англии ей сделали, угадайте что, 2 съемных протеза на секундочку, это 250 тысяч рублей. 2 съемных протеза, как вам такое? И еще и не могла найти, где сделать в городе с населением 700 тысяч. Поэтому прежде чем ехать в Англию и лечить зубы, вспомните об этой новости. Рисунки молодой королевы Великобритании, ожидающей стоматолога, продадут на аукционе. Забавная история о том, как в 30-40-е годы молодая королева ждала на прием к стоматологу своей очереди, и в коридоре сидела, писала, рисовала, точнее, какие-то набросочки. И эти набросочки подарила врачу, врач это все сохранил, естественно, не каждый день королева тебе, тем более молодая, дарит рисунки. И его сын, разбирая вещи, нашел эти рисунки и подумал, почему бы у них срубить легенького бабла, и решил закинуть их на аукцион. Подтвердили подлинность, действительно королева рисовала Букингемский дворец с карандашиком, просеки рисунок. Который при этом уйдет на аукционе за, будем переводить на рубли, 100-150 тысяч рублей. Неплохой такой навар и онлайн практически заработок для стоматолога. Стоматолог из Аризоны обвиняется в краже персональной информации о пациентах. У американских стоматологов-то вообще какая-то распространенная тема, связанная с воровством или мошенничеством. Ну, так можно судить, по крайней мере, из новостей, которые я вижу. Некто доктор Голд, кстати, обалденная фамилия, было бы странно, если бы не был уличен он в каких-то делах, связанных с финансами. Уже был в 2022 году арестован за подобные дела. В этот раз он взял и зачем-то у девяти своих пациенток украл персональные данные, поменял адрес почты на свой и воровал их посылки. Это вскрылось после того, как одна из пациенток заявила в полицию, что ее машина вскрыта, а адрес зачем-то был изменен на адрес этого Голда, который теперь не отдает ей посылки. Короче, какой-то цирк. Лучше бы некоторым людям не давали доступ к медицинскому образованию, а предоставляли им медицинскую помощь. И финишируем по традиции доброй классной истории. Профессор из США нашла свое призвание в лечении пациентов в Кении. Очень грустная вначале и очень классная в конце новость приключилась в Соединенных Штатах. Дело в том, что в 2015 году стоматолог, профессор ломает руку и ломает ее так сильно, что больше не может работать стоматолог. Коллеги, я думаю, поймут тяжесть этой утраты, потому что по сути для стоматолога это означает конец всего. Очень узкоспециализированная профессия, сложно куда-то интегрироваться. И получилось так, что через какое-то время ей предложил друг поехать в Кению для того, чтобы заниматься организацией стоматологической помощи. И она поехала и с тех пор кайфует каждый год, ездит в течение 8 дней, помогает делать съемные протезы, обучает гигиене детишек в Кении и говорит, что счастлива от этого безумно. И об этом, кстати, тоже написали статью. Вот такая вот добрая, мотивационная история о том, как не только деньги правят этим миром. Это были все новости и интересные мероприятия, о которых я хотел рассказать в этом выпуске. Если вы хотите осветить какую-то интересную тему, свои курсы или конгрессы, или свою продукцию, пишите обязательно по вот этим вот контактам, и мы что-нибудь придумаем. До следующего понедельника!